Чтобы помнили, межмузейный выставочный проект «Грозный в Грозно» призван рассказать жителям Чеченской Республики о забытой столице Руси – Александрской Слободе. С инициативой поддержать начинание директор музея-заповедника обратился лично к министру Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову. Он впервые посетил Слободу и остался под впечатлением от духовного начала этого места и ауру величия первого русского царя. Мы с вами сегодня должны строить этот идеологический фундамент. Мы должны наконец все-таки положить конец вот этому вакуумному состоянию, когда мы не знаем, кто мы, откуда мы и в чем заключается главная миссия русского народа и тех народов, которые идут за ним. Над проектом «Александровская Слобода. Забытая столица» в музее-заповеднике работали не один год. Несколько выставок риоритетных экспонатов 16 века в городах России уже прошли. Теперь планы более амбициозные. В 2019 исполнится 430 лет с момента получения чеченцами грамот российского царя об установлении покровительства. В этом же году музей-заповедник отметит 100-летний юбилей. Директор учреждения Алла Петрухно надеется, что за год стороны в силах подготовятся к масштабному проекту. И вот рассказать, что же это было за время и почему Александровская Слобода по праву называется столицей 16 века, экономическим, политическим, культурным центром России, вот эта задача должна раскрыться на этой выставке. Кроме того, на базе музея-заповедника планируется презентация книги Джамбуата Умарова под названием «Фактор КРА», то есть Кадырова Рамзана Ахматовича. Эту историческую и идеологическую книгу автор подписал для директора Александровской Слободы. По словам председателя комитета областной администрации Риты Шляховой, договорились стороны об экскурсии для чеченских журналистов в Владимирскую область. Мы исходим из того, что в концептуальном плане Владимирская земля является исторической колыбелью современной российской государственности. И мы хотим познакомить наших сограждан с жизнью нашего региона. Мы хотим отвезти наших коллег и друзей, чтобы познакомились с таким чудесным праздником, как День семьи, любви и верности. Также гости обсудили взаимную информационную поддержку и ряд других совместных мероприятий. Главное – начало пути положено и первые шаги по нему тоже сделаны. Екатерина Зинурова, Губерния, 33.